В мэрию пригласили операторов курортного сбора. Это гостиницы и отели, санатории, которые будут принимать этот вид оплаты на своих объектах. Наши гостиницы и предприятия санаторно-курортной организации обязаны войти в реестр операторов курортного сбора. Для этого они должны написать соответствующее заявление и подать его в наше министерство по курортам, олимпийскому наследию, администрации Краснодарского края. Многие, большинство объектов уже отнеслись к этой норме достаточно ответственно. Ну а у остальных есть всего два дня. Такой срок поставил Анатолий Пахомов на то, чтобы написать соответствующее заявление. Рассказали операторам курортного сбора и об ответственности, предусмотренной федеральным законом. Так, например, за нарушение порядка начисления этого платежа или порядка из сроков перечисления сбора в краевой бюджет, гостиницам и санаториям грозит штраф до 15 тысяч рублей. Напомню, что Сочи установил курортный сбор в размере 10 рублей за каждые сутки пребывания туриста на территории города. Кстати, это минимальный размер. Мы вынуждены деньги, которые как бы распределяются на наших жителей, мы вынуждены их направлять на рекреационные зоны. И эти рекреационные зоны должны быть в идеальном состоянии. Это набережные, это скверы, парки. Но это другие должны быть деньги. И тут есть мировой опыт. А мировой опыт говорит о том, что это и есть курортный сбор, который тратится на инфраструктуру курорта. Планируемый доход от курортного сбора в этом году, по оценкам мэрии, составит примерно 37 миллионов рублей. Деньги планируют направить на благоустройство зеленых зон, покупку лавочек и урн, укладку брусчатки в прибрежных зонах. Добавлю, что от уплаты курортного сбора освобождены 19 льготных категорий, плюс жители Краснодарского края.